Субтитры создавал DimaTorzok Любименьких наших И это пробиотики Это те самые бактерии, которые живут на кишечнике, на коже, в мочеполовой системе, в дыхательных путях, в норме И они действительно наши помощники и друзья Это пробиотики И это те, которые нам необходимы для здоровья К сожалению, как считают сейчас многие ученые, до сих пор наука недооценивала значение пробиотиков И как сказал один ученый, он даже не в лаборатории ДМ4, я случайно услышала это По телевизору он сказал, заканчивается эра антибиотиков Приходит эра пробиотиков И это правильно Итак, пробиотики Какая от них замечательная польза? Ну, они выделяют вещества, которые борются с вредными микроорганизмами Они помогают нашему кишечнику Способствуют росту этой внутренней оболочки эпителии кишечника Которые несут огромную тоже защитную роль Они препятствуют проникновению аллергенов, токсинов, кровоток И, соответственно, подавляют энергические реакции Они обладают антиоксидантным действием Они борются со свободными радикалами Они поддерживают нормальный состав газа Кишечника и других полостей тела Где газы должны быть Потому что мы состоим не только из материи и воды Но еще в присутствии газа в нормальном количестве и нужном заставе Это необходимо И они стимулируют иммунную систему Как считают 80% нашей иммунной системы Это эти самые пробиотики, которые сконцентрированы в кишечнике Вот как они для нас важны И они расщепляют сами по себе Уже расщепляют некоторые канцерогены И, естественно, они противостоят мутациям клетки Которые случаются после воздействия канцерогенов Значит, они защищают генетическую информацию Чтобы она следующим клеткам передавалась правильно Иначе возникают раковые клетки Они вырабатывают витамины, которые сам организм не может вырабатывать Они предохраняют арт нарушения пищеварения Они защищают нас от ожирения То есть от нужного количества и качества бактерий Зависит наша фигура, да, мы внимательно Они регулируют перестантику, то есть виграемую функцию кишечника Чтобы кишечник вовремя и правильно опорожнялся Это такой природой Они блокируют вирусы И это тоже очень важно Потому что вирусы тоже могут вызвать мутации И, значит, провоцировать онкологические заболевания И они являются профилактическим средством При сердечно-сосудистых заболеваниях При онкологических заболеваниях Я хочу подчеркнуть, что пробиотики влияют на весь организм И не только на кишечник И не только на иммунитет А они еще и влияют на Вы еще об этом услышите не раз Практически на все органы и системы Мы в их власти Или мы с ними дружим И у нас все отлично будет У вас возникнет такая гармония здоровья Я очень хочу рассказать про две темы Которые не каждый раз говорится про пробиотики И эти две темы Но они очень важны Это пробиотики старения Это пробиотики психологии Старение Организм человека предназначен Чтобы жить 150 лет Почему мы не живем? Потому что живем неправильно И основные механизмы старения Почему человек начинает стареть? А человек начинает стареть уже где-то 16 лет Все эти механизмы происходят на генетическом уровне Они там начинаются Все остальное Это как длинная цепочка То, что началось внутри клетки На уровне генетических изменений Все потом превратилось В то слово, что мы понимаем Старость и болезни, связанные с старостью И если мы вот вникнем Как пробиотики действуют на старение Мы должны немножко понять сам Механизм, где это все начинается Почему не стареет? Факторы, которые влияют на старение Чем мы будем стареть? Быстрее или там медленнее? Это другая тема Пробиотики там тоже очень-очень важны Как и все метаболизм Но не быть в эту генетику Сложная тема Трудно рассказать Просто надо понять, что Вся информация о человеке Все гены человека, так называемые Они записаны в цепочку Цепочку ДНК Эта цепочка упакована Белками в хромосомы Вот в этих хромосомах Живет вся информация о каждой нашей клетке При делении вся эта информация делится И каждая клетка получает всю информацию Которую имела материнская клетка Но ДНК Как цепочка Она не может делиться до самого конца Конец какой-то остается И в этих концах Есть такие молекулы Которые называются Теломерами Они и есть на конце Молекулы ДНК А ДНК Это часть нашей хромосомы Можно сказать, что они Как бы заканчивают наши хромосомы И при каждом делении клетки При каждый раз Как делятся эти хромосомы Одна хромосома делится на две Эти окончания Они укорачиваются И это не может длиться вечно И когда эти теломеры Становятся слишком короткими Клетка умирает Она сама себя убивает Так это биологический механизм старения Почему стареет клетка Если уже стареет клетка Стареет орган Если стареет орган Стареет организм И весь человек Не везде есть так Есть и такие ферменты Называемые телеманазы Они могут Эти телемеры Конец молекулы ДНК Или хромосомы Они могут восстановить И такие клетки Есть у нас У нас В организме Это эндрионные клетки Это половые клетки Потому что Эти клетки Они могут длиться Много раз И они не стареют Просто Эти количества Эти клеток Клеток уменьшаются Нормальные клетки человека Имеют тот же самый фермент Имеют телемеразы Но она неактивна Или нельзя сказать Вообще неактивна Она слишком малоактивна И если мы Научимся Наука научит Как бы не идет Эту пропорцию Между Этим ферментом Который восстанавливает Конец ДНК Она Научится Контролировать Наше старство Где тут пробиете? Если Возвращаясь к пробиотикам Тут есть несколько механизмов Первый механизм Пробиотики Устиливают Действие антиоксидантов Разными путями Сами пробиотики Вырабатывают Вещества Которые Сильные Антиоксиданты Сами пробиотики Устимулируют Действие Других Антиоксидантов Антиоксиданты Действуют На механизм Старения Действуют На разделение Хромосом И укорочение Телемер Значит Если пробиотики Борются С антиоксидантами Свободными Радикалами Извините Со свободными Радикалами Они действуют На механизм Старения Второй механизм Второй механизм Это Пробиотики Препятствуют Мутациям Генов Как они Действуют Это Почему? Как пробиотик Помогает Чтобы В клетке Происходило Как можно Меньше Мутаций Опять Этот механизм Связан с Телемерами Пробиотики Помогают Нам Усваивать Такой Витамин Как Д Витамин Д Доказано Тоже Научно Напрямую Связан С Телемерами И Скоростью Их Уменьшение Значит Пробиотики Которые Улучшают Солнение Витамина Д Помогают В этом Процессе А Неросвободные Радикалы Я уже Немножко Говорил Психологический Стресс Тоже Доказывано Что Стресс Один Из Факторов Почему Человек Не живет 150 лет Он Стареет Значит Стресс Имеет Прямое Действие На Старение Клетки На Это Тоже Самый Механизм Телемеров Пробиотики Которые Я потом Немножко Побольше Расскажу Действуют На Наше Психологическое Состояние Уменьшают Стресс Тем самым Уменьшают Процесс Старения Неправильное Питание Это Метаболизм Это Все Как вы Знаем Неправильно Будем Питаться Быстрее Быстрее Будем Стареть Психология Бактерии Между Собой Вот мы Говорим Слово Симбиоз Да Они Действуют Между Собой Действуют Между Собой Действуют Пробиотики Но есть Еще Такой Термин Язык Бактерии Бактерии Между Собой Разговаривают Это Химический Язык Каждая Бактерия Вырабатывает Химические Соединения Которые Действуют На Другие Бактерии Если Мы Говорим Об Одной Бактерии Это Ничего Если Мы Говорим Об Этих Соединения Которые Одна Бактерия Дала Сигнал Своим Соседям Этих Соседи Дали Сигнал Еще Своим Соседям Не Надо Забывать Как Быстро Бактерии Размножаются И Если Мы Уже Говорим О Сотне Миллиардов Бактерий Так Этот Химический Язык Становится Сильным Это Химический Язык Который Уже Можно Назвать Коллективным Разом Научно Есть Доказанные Несколько Факт Доказано Что Нормальная Микрофлора Баланс Микрофлора Кишечника Является Обязательным Условием Для Работы Головного Мозга Где Тут Связь Голова И Кишечник Говорят У мужчин Прямая Связь А так Можно Сказать Тут Есть Два Пути Сами Бактерии Вырабатывают Неуромодуляторы Это Химические Вещества Которые Вырабатывают И мозг Но Если Смотреть Общее Количество Это Химических Веществ Так Бактерии Кишечника Вырабатывают Больше Чем Мозг Дальше Бактерии Стимулируют Клетки Кишечника И Через Нервные Импульсы Напрямую Действует На Наш Мозг И Тут Появляется Связь С Коллективным Разумом Бактерий Есть Такое Как бы Понятие Знаю Что Плохо Но Все Равно Хочу Любой Человек Который Имеет Слишком Большой Вес Знает Мне Это Кушать Нельзя Мне Нельзя Жирное Нельзя Хамбургер Но Я Хочу Это Очень Вкусно Значит Внутри Него Что Говорит Ему Что Ты Это Ешь Это Тебе Надо Почему Это Происходит Потому Что Эти Бактерии Ожирения Напрямую Связаны С Дисбактериозом Которые Живут У нас Владея Коллективным Разумом Вырабатывают Химические Вещества Которые Действуют На Наш Мозг И Заставляют Нас Что То Любить Не Любить Это Что То Нравится Нам Или Нет Потому Что Это Нужно Для Бактерий Потому Потому Что Нездоровая Еда Которая Попадает В Кишечник Она Создает Ту Макросферу В которой Живут Бактерии Которые Им Нравятся Они Любят Жирную Еду Потому Что Она Бьет Потому Что Она Вырабатывает Много Газов В Кишечнике Это Хорошо Для Плохих Бактерий И Они Когда Работают Совместно Руководя С Этим Коллективным Разумом Они Нас Заставляют Что То Любить Или Не Любить Но Человек Это Отличается От Бактерий Мы Еще И 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 Разум Свой Разум Который Можно Нам Сказать Что Если Я Знаю Что Это Плохо Я Могу Это Не Делать И Потому Мы Сильнее Так Делать И Конечно К Этому Нам Помогают Наши Программы Есть Такое Понятие Которое Вам Тоже Надо Будет Запомнить Синбиотики Потому Что Оно Будет Написано На Тей Самой Коробочках Которые Вы Получите С Программы Бюл Синбиотики Это Комбинация Пробиотиков И Их Питания Пробиотиков Пробиотики Это Питание Я думаю Вы тоже Встречались С пробиотиками И с пребиотиками В наших Продуктах И Эти термины Они Уже Для вас Не Навыли И Именно Вот Так Именно Когда Они взаимодействуют Друг 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 Возникает Синергизм А Поэтому Они Названы Синбиотики То Есть Это Вы Помните Пробиотики С Их Основных Питанием Пребиотиками Пребиотики Это Натуральные Вещества Которые Служат Питанием Чтобы Просто Было Запомнение Они Просто Питание Обеспечивают Другие Деятельность Пребиотиков Это Питание Оно Только Годится Для Наших Пробиотиков Для Наших Друзей Оно Человеком Не Усваивается Пребиотики Не Могут Служить Питанием Но Тоже Полезные Потому Что Они Стимулируют Сами По себе Рост Полезных Бактерий И Подавляют Рост Плохие Бактерии И Еще Предотвращают Запоры И Диарею Они Помогают Нашему Кишечнику В том числе И С Правильной Моторикой То есть Правильным Функционированием Кишечника И Сейчас Вот Несколько Слов О О О Что И И И Пребиотик Мы Будем Говорить О Особенные И Он Не Один Даже Пребиотик А В Своей Совокупности С Разными С Разными С Разными Цепочками Это Такой Комплексный Продукт Который Доходит До Толстого Кишечника И Это Очень Важно Потому Что В Толком Кишечнике Где Происходит Основное Расщепление Пищи Там Для Бактерий Еды Достаточно А Вот Еды В Толстом Кишечнике Не Хватает И Наши Бактерии Там В основном Бактерии Проживают Они Голодают Не Могут Функционировать Не Могут Уполнять Своей Функции И Поэтому Вот Это Достижение Нашего Продукта Нового Биоина Что 96% Пребиотиков Доходит До Толстого Кишечника И Питает Мак Другие Они Наконец Получают Питание Полноценное И Это Еще Не Все Мы Отправляем В нашей Программе В наших Наших Друзей Пробиотиков Пополняя Наш Организм Значит Не Одинокий А Вот С питанием Но Еще До Питание Это Кобиотики И Кобиотиков Нет Ни У Кого Да Есть В аптеке Мы будем Сравнивать Обычные Пробиотики Там Есть Тоже Пребиотики Правда Используются Разные У нас Самые Эффективные Но Никто Не Использует Кобиотики Что Это Такое Дело В том Что Мы Отправляем Наши Пробиотики Не только С Питанием Пребиотиков Мы Дополнительные Им Даем Питание И Оно И Дается Питание Не Только Для Бактерий Но И Для Организма Каким Образом Мы Посылаем Ферменты Это Все Натурального Растительного Происхождения Эти Ферменты Расщепляют Крупные Малебулы Пищи Дело В том Что При Нехватке Ферментов Крупные Малебулы Пищи Они Не Усваиваются Они Не Усваиваются Ни Бактериями Ни Нами В общем Никому Они Только Кроме Гнилостой Бактерии Потому Что Они Начинают Собливать И Гнилостая Флора Разрастается Которая Укорачивает Нам Жизнь Это Доказал Еще 100 Лет Назад Нобелевский Лауреат И Лев Вечников Что Это Очень Серьезная Проблема Для Наш Организма Так Вот Когда Приходят Ферменты Они Расщепляют Эти Крупные Молекулы Пищи До Исходных Состояний До Маленьких Таких Компонентов Которые Легко Усваиваются И Бактериями И Служат Питанием Для Кишечника И Как вы Понимаете Это Громадная Польза Для Организма Это Возможность Даже Удлинить Свою Жив Здоровую Жив Итак Мы С вами Используем Пробиотики Которые Вместе С пребиотиками Называются Симбиотики Потому что Симбиотиками Потому что Они находятся В состоянии Синергии Заимно усиливают Действие Друг друга И еще Они идут Туда Членуются С Этапами Подкормки Такой Дополнительного Питания Библиотиков И питаются Теперь И бактерии Получают Питание И Получают Питание Наш Амин Которые Тоже В общем-то Кужей Для того Чтобы Иметь Нормальное Рассвоение Витаминов И минералов Вот Такое Обиотики Обычные Обычные Пищевые Вещества Которые Расщепляются Громе На кислот В исходных Состояниях И так Увиде Они Сасываются А Жиры Расщепляются До Жирных Кислот И так Далее Обычные Обычные В мире Я Род Бактерий Бифидо Лакт У всех Этих Названий Есть Второе Слово В этой Таблице Вы Видите Что Не важно Важно Конечно Бифидо Лактобактерии Лактокококус Трептокококус Но Есть Второе Слово Это Значит Что Бифидо Бактерии Могут Быть Очень Разные И Они Настолько Разные Что Их Даже Действия Действия На Организм Действия Между Собой Очень Разные И Мы Должны Выбрать Тот Вид Рода Бактерий Бифидо Который Есть Полезный Для Нас Если Немножко Назад Это Есть Цифры Которые Показывают Сколько Было Экспериментов Разных Бактерий Пока Мы Выбрали Ту Формулу Которая Есть У Нас И Например Лактобактерии Которые Очень Популярные Мы Имели 122 Вида Из Всего Мы Выбрали 14 14 Видов Бактерии Которые Нам Нужны Которые Полезны Для Организма И Которые Что Очень Главное Живут В симбиозе С друг Другом Значит Они Помогают Другому Симбиоз Симбиоз Это не только Пробиотик 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 Симбиоз Это Как эти бактерии Они же живые Живые люди Не всегда С другом Живут А бактерии Тем более И Это еще Не все Даже Если Мы Взяли Лактобатилус Ромнозус Одну Из самых Популярных Это еще Ничего Не значит То Что Я вам Показываю Этого Слайда Нету На Этикетках Наших Продуктов Потому Что Это Чаще Сему Не делается Потому Что Каждый Бактерий Имеет Еще Свой Штаб 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 Лактобатилус Ромнозус Мы уже знаем Он нам нужен Но Его надо Вырасти Вырасти Чтобы Он Был С теми Свойствами Которые Нам нужны И тут Уже Появляются Очень большие Космические Технологии Где Каждая Компания Передовая Которая Работает В этом В бизнес Выращивают Свои Штаммы И Создавая Формулу Очень важно Даже Если Вы Видите Что Вид и Род Бактерий Как бы Такой же Срань Надо Обращать Внимание На штаммы Потому Что Наша Цель Не Проглотить Бактерии Наша Цель Чтобы Она У нас Жила А Это Зависит Во Много От Штамма Бактерии После Того Как Были Все Таки Выбраны Эти 14 Штаммов Бактерий На всех На них Проводились Коммунические Испытания Все Все Делается В Копенгарде В Дании В их Университетической Больнице Если Мы Уже Выбрали Штамм Создали Формулу Значит Она Работает Следующий Очень Важный Шаг Нам Надо Ее Размножить Эту Материнскую Бактерию Которая Нам Нужна Надо Размножить На цифры Которые В первой Партии Производства Программы Они Эти цифры Были 16 Нуля Я Даже Не знаю Как точно Назвать 16 Нуля Но Это Много Такие Количества Бактерий Были Нужны Для Создания Первой Партии Программы Биолики Все Это Производилось В Америке В компаниях Которые Имеют Технологии Для Создания И Выращивания Таких Бактерий Чем Это Было Уникально И Чем Это Отличалось От Других Производителей После Того Как Мы Вырастим Эти 16 Нолей Цифры 16 Нолей Бактерий Мы Должны Их Сделать Такими Чтобы Они Жили Два Года Пока Они Находятся В упаковке Чтобы Они Не Боялись Когда Мы Возьмем В организм Ни Желудочного Сока Ни Ферментов И Чтобы Они Жили В нашем Кишечнике Размножались И нам Помогали Для Этого И Было Взято Поколение Пятое Поколение Пробиотиков Это Самое Самое Последнее Поколение Пробиотиков Партнером Тут У нас Был Специалист Бисконсенсов Университет В США И Я Немножко Подробно Объясню Как Это Все Происходило Сперва Все Бактерии Были Покрыты Специальным Полимером Этот Полимер Формула Которого И Является Эксклюзивной Он Отталкивает Воду От Бактерий Для чего Это нужно Потому что При дальнейших Этапах Когда Бактерии Будут Замораживаться Кристаллики Льда Могут Повредить Стенку Бактерий Это приведет К тому Что Нам Врем Тогда Значит Каждая Бактерия Сначала Покрывается Специальным Полимером Который Отталкивает Воду Бактерий Молекул Бактерий Который Защищает Всю Бактерию В дальнейшем Когда Она Попадает В наш Пищеводительный Тракт И Который Служит Питанием Для той же Самой Бактерии Когда Уже Это Все Идет В нашем Пищеводительном Тракте Но Это Только Первый Этап Мы Покрыли Бактерию Полимером Оттолкнули Воду Следующий Этап Заморозки Бактерии Замораживаются При очень Низких Температур Для чего Это нужно Они Усепляются Таким Образом Но Мы Не храним Свои Бактерии В холодильнике Они Хранятся При комнатной Температуре Почему Они Не Разморожились И Не Начали Размножаться В нашем Воду Потому Что Следующий Этап Очень Очень Важный Этап Это Сушка Ну Сушка Вакуум Значит Эти Замороженные Бактерии Бактерии Полимеров Помещаются Вакууми И вакууми Не сушаются Для чего Это надо Этот процесс Называется Сублимацией Или Лиофилизацией Это надо Для того Чтобы Замороженная Вода Из твердой Фазы При сушении Вакуума Сразу Превращается В пар Она Не становится Жидкой Что Из этого В молекуле Как бы Не остается Воды Не только Абсолютно Не остается В нормальном Молекуле Есть 70% Воды Молекуле Бактерии Воды Количество Очень уменьшается До такого Количества Что бактерия Как бы жива Но она Находится В стадии Такой Спящей А не Она Спит И Если Мы Просто Ее Высушили И Была бы Это Житая Стадия Воды В этой Стадии Бактерия Вы проснулась А у нас Его нет Значит Лед Превращается В пар И Бактерия Из Мокрой Становится Сухой И Она Уже Потому что Она Сухая Покрыта Полимером Она Ничего Не Боится Пока Опять Не Попадет Вод Ей Нужна Вода Чтобы Жить Вода Это Жизнь И Это Дает То Что Мы Декларировали Бактерия Живет Два Года Бактерия Остается Живой Потому Что Она Спит И Бактерия Защищена От Вреда Воздействия Это Еще Не Все Если Посмотреть На Слайд Вот Тут Есть Такое Дракон Это Электронный Микроскоп Мы Видим Порошок Который Есть У Нас Продукты Вот Там Продукты У Нас Порошок Они Очень Очень Маленькие Это Электронный Микроскоп Одного Нашего Порошка Что Мы Видим Внутри Еще Дальше Мы Видим Такие Маленькие Комнатки А что У нас Живет В комнате А в комнатках У нас Живут Бактерии Это Значит Что Это Как Вы Высыпаете Порошок Белый Это Не Бактерии Вы Высыпали Это Вы Высыпали Большой Дом Это Один Порошок Это Большой Дом Который Сделан Из Много Комнат А В этих Комнат Живут Бактерии Каждая Из Эти Бактерии Уже Покрыта Бактерии Бактерии Уже Заморожены И Еще Второй Болемет Большой Дом Защищает Эти Комнаты Вот Эта Вся Технология Сложная Которую Я Пытался Рассказать Чтобы Было Понятно Почему Наши Продукты Почему Наши Пробиотики Мы Можем Сказать Они Отличаются Они Другие Уже Как Мы Размножили Уже Как Мы Законсервировали Их Надо Упаковать Упаковка Что Я Хочу Обратить Внимание В Настоящий Момент На рынке Есть Много Пробиотиков И Мое Личное Мнение Самые Плохие Пробиотики Это Те Которые В Таблетки Почему Потому Что Не Надо Забыть Как Мы Не Консервировали Наш Продукт Наш Пробиот Он Живой Это Не Химикалы Что То Другое Он Живой И Если Мы Из Этих Живых Делаем Таблетки Что Это Значит Это Значит Дополнительный Клей Это Значит Добление Это Значит Тепло Это Значит Пресс Мы Прессуем Делаем Таблетки Сколько Там Потом Осталось Живых Микроорганизмов Похожая Ситуация С Что Нет Ничего Лучше Для Пробиотиков Как Саше Потому Что При Упаковке Надо Не Забыть Что Мы Пакуем Живой Организм Его Нельзя Давить Его Нельзя Сдавить Еще Один Очень Главный Момент Там Где Паковались Наши Продукты Это Происходило В Италии Они Паковались В специальной Среде Наполненной Азотом Почему Нельзя Паковать Продукты Просто В комнате Неважно Что Там Эта комната Специальными Фильтрами Защищена Чтобы Туда Не Попали Другие Бактерии Эта комната Имеет Класс Стерильности Но Она Еще Наполняется Газом Азотом Просто Азот Который У нас Есть В воздухе Его Еще Больше Чем Кислорода Он Выталкивает Кислород Из Воздуха И С Нем Выталкивает Всю Влагу Это Значит Как Мы Пакуем Саше А Саше Абсолютно Герметично Внутри Нет Влаги Потому Что Там Где Она Паковалась Был Азот Который Вытаснил Эту Влагу Ну Про То Что У нас В нашей Саше Самое Хорошее Тут Много Много Мест Написано На Слайдах Некоторые Продукты Упакованные В Блистера Тоже Очень Большая Разница Ало Ало Блистер Это Тот Который Двухслойный Алюминий Или Ало Полуэлектриеновый Блистер Он Тот Который И Свет Пропускает И Не Настолько Имеет Хорошие Характеристики Тут Взяты Самые Хорошие Блистера Это Алюминий Алюминий Из Блистеров Тоже Ничего Лучше Немного Поколения Пробиотиков Пятое Поколение Я называл Мы Используем Пятое Поколение Первые Три Они Уже Как бы Очень Быстро Первое Было Монокомпонентное Взяли Эли Бифибрин Лактон Потом Взяли Как бы Начали Немножку Смешивать И Бифибрин Лактон Но Втором Поколении Брали Те же Самые Бактерии Которые Использовались В Других Промышленностях И Надо Не забывать Что Бактерии Йогурта Не Подходят Для Продуктов Пробиотиков Не Надо Это Будать Это Есть Молочная Промышленность Промышленность Пробиотиков Это Разные Штаммы Это Разные Культуры Вот То и Дело В Втором Поколении Что Это Путин В Третьем Поколении Они Начали Делать Несколько Видов Пробиотиков Дальше В четвертом Поколении Начали Думать Что Пробиотики Надо Защищать Дополнительно И К ним И Начали Прикреплять Пробиотиков Очень часто Использовали Каркас Соевых И Молочных Белков Или Даже Некоторые Полимеры Углеводов Начали Использовать И Конечно Пятое Поколение Пробиотиков О которых Я Вам Рассказывал Сейчас Я Приглашаю Вас Это Трудная Тема Посмотреть Мультик Про То Что Я Сказал Про То Что Я Говорил Чтобы Тема Была Еще Более Понятная Мы Постарались Делать Мультипликационный Фильм Где Будет Рассказано Еще Одна Сто Что Я Говорил Герои Этой Истории Бесстрашные Бойцы Лучшие Из Лучших Крохотные Но Сильные Солдаты Которые Живут Только Ради Одной Цели Защитить Человека Все Начинается Во Франции В лаборатории ДЭМ-4 Здесь Ученые Из разных Стран Собирают Новейшую Информацию О существующих Микроорганизмах И направляют Ее Тщательно Проверенным Партнером В Копенгагенском Университете В Дании В Копенгагене В результате Широкомасштабных Клинических Исследований И строжайшего Отбора Формируется Сплоченный Отряд Куда Входит 14 Солдат 14 Штаммов Бактерий Они Обучены Объединяться В 8 Уникальных Комбинаций Которые Исключительно Эффективны В сражениях Против Вредных Бактерий Уникальный Отряд Полезных Бактерий Солдат Отправляется В США Где он Становится Больше И в итоге Превращается В огромную Армию Все это Под непрерывным Контролем Любой Слабый Элемент Отбраковывается Каждый Солдат Находится Под защитой Супер Современной Брони Которая Повышает Его Сопротивляемость Вредным Бактериям Разумеется Создание Такого Снаряжения Не обходится Без ряда Сверх Высокотехнологичных Приемов Перед тем Как вступить В бой Солдаты Должны Будут Преодолеть Большой Путь Так что Вся Армия Кладывается Спать Пункт Назначения Последний Контрольный Пункт В Италии Здесь Будут Отобраны Только Лучшие Солдаты Которые Потом Вступят В схватку С вредными Веществами После Чрезвычайно Тщательной Окончательной Проверки Первоклассные Бойцы Аккуратно Размещаются В персональных Ракетах Которые Обеспечат Безопасную Доставку К месту Битвы Весь Состав дивизиона Биоин Перебрасывается На базу В Австрии Откуда Солдаты Будут Направлены Для выполнения Миссий По всему Миру И вот Здесь Начинается Испытание Боем Человек Транспортирует Бойцов Главным Воротом Под названием Рот Противник Уже Ждет Их там Бесстрашные Герои Выходят На поле Боя С единственной Целью Защитить Самую Главную Ценность Человеческое Тело От действий Болезнетворных Бактерий Это Всегда Тяжелые И опасные Бои От маленьких Солдат Требуется Огромная Энергия И выносливость Однако Благодаря Поддержке Союзников И профессионализму Медицинской Группы Полезные Бактерии Завоевывают Победу Все сражения Выиграны Позади Еще одна Война Ради Спасения Организма Наградой Служит Благодарность Здорового Молодо Выглядящего И энергичного Человека Который Теперь Может Наслаждаться Высоким Качеством Жизни Вы заметили Что участвовалась Реклама Не только Формоземтических Препаратов Лекарственных Но и Пробиотиков По телевизору Да? Заметили? Действительно Приходит Эра Пробиотиков И нам Очень важно знать А чем Наша Программа Отличается От всего От того Ой Не хочется Говорить Много Слова Того Что есть В аптеках Под названием Пробиотики Вот И Это сейчас Начнется Я бы сказала Коммерческая Часть Нашего Выступления Чем Наши Продукты Уникальны И чем Они отличаются От всего Того Что Есть На рынке Итак Это то Что вы Принесете Своим Дистрибьюторам Для того Чтобы они Грамотно Общались И Просто С клиентами И с врачами Итак Первое Примечество Биоин Гарантирует Долгосрочное Восстановление Всего баланса Микрофлоры Кишечника И Потому что Доктора Знают Что При применении Пробиотиков Пока Человек Пользуется Хоть есть Какой-то Минимальный Результат Как только Заканчивается Все Результат Заканчивается С нашей Программы Этого Не случится Именно Долгосрочное Выживание И проживание Наших Пробиотиков Вот что Гарантирует Программа И мы Не устраняем Симптомы А мы Воздействуем На причину Причины Заболевания Потому что Как мы Теперь Выяснили Это Очень Глобальное Влияние На Наш Организм Оказывает Пробиотики И обид Зависит Наше Здоровье Поэтому Восстановление Баланса Здоровья Именно В гармонии И витаминами И минералами И Обязательно Пробиотиками Они Приходят В нашу жизнь В самом Лучшем Варианте Биоин Итак Полная 120-ген Программа Это Не Выпил Баночку Не помогло Как это бывает В аптеке А это Очень серьезный Поэтапный Подход К каждому Этапу Каждый Последующий Этап Закрепляет И улучшает То, что было Сделано Предыдущим Этапом И Каждый Предыдущий Этап Подготавливает К последующему Трудно Его Воздействие То есть Это все Очень продумано Почему 120 дней Дело в том Что Вы знаете Наши клетки Обновляются В организме С различной Быстротой И За 120 дней Большинство Клеток Уже Обновились И За 120 дней Обновляется Эритроцит Одна из Наиболее Таких Распространенных Клеток Нашего Организма Которые Переносят Ко всем Тканям И Хорошие Опытательные Вещества И токсины При случае При случае Заболевания И Кислород То есть Это Очень важно Получается Что Программа Программа Когда За 120 дней Человек Начинает Новую Жить Буквально С чистого Листа И Вот Ведь Вырастить Даже Простой Растивице Распространенное Да Не приходи В горшочке Это Очень сложно А здесь Надо вырастить Такой Тонкий Механизм Такой Капризный Такой Чувствительный На это Надо Время И Эритроцит Нельзя Разделить Между Членами Семьи Она Рассчитана На одного Человека Но Зато С гарантированным Успехом И Эта программа Персонализирована Следующие Преимущества То есть Вы Такого В аптеке Точно Не найдете А вот Для мужчин Для женщин Есть у вас Пробиотики На вас Посмотрят Очень Очень Большими Глазами Или А у Меня Часто Эфроскутные Изоборевания Вот Какой Мне Тип Пробиотика Использовать Или Мне нужно Поднять Умолитет У нас Это Все Персонализировано И мы Будем Об этом Говорить Отобраны 14 штаммов То есть Это Сообщность Пробиотиков Вы Видели Сотни Сотни Были Изучены Вигидум Вигидум Уродь А об этом Доктор Ремотов Тоже Говорил То есть То что В аптеке Вигидум Это Не Наш Вигидум Наш Вигидум Самый Самый Лучший Это Последние Исследования Которых Еще Не Было И Это Мы Владимир Этой Информацией Какой С Вигидум Скажем Или Другие Бактерии Самый Самый Крутой И Вот Самые Самые Эффективные Из Всех Штаммов Полезных Бактерии Которые Обитают И в Тонком И в Толстом Кишечнике Потому Что Они Разные И Они Должны Тоже В гармонии Жить И в Толком И в Толстом Кишечнике И вот Здесь Они Как раз Представлены Именно Те Которые Засели И в Толстый И в Толстый Кишечник И Все У нас Будет Хорошо И Еще Еще Одно Преимущество У большинства Производителей Два вида Бактерий Это Лактобациллы Битумбактерии А Самое Главное Их Четыре Лактобациллы Лактококи Битумбактерии И Стрептококи Ну Не золотистые Как вы Понимаете Вы Теперь Понимаете Что Их Много А Хорошие Полежные Стрептококи Значит И Здесь Присутствует Тройной Синергетический Инфект Бактерии Взаимодействуют Лиду С собой Как Синергисты В Каждом Продукты То есть Подобраны Так Чтобы Они Не Только Были Самые Лучшие Но Еще Помогали Друг 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 Дружили Леду Собой И Помогали Друг 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 И Все Программы Все Продукты Они Тоже Дополняют Друг 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 Функционально Они Тоже Усиливают Действия Друг Друг И Еще Учитывая Что Здесь Синбиотики То И Имеются К Пребиотики Которые Тоже Дают Синбиотический Эффект Вот Сколько Синбиотизма Как видите Хорошого Не Бывает И Синбиотики Они Вот У них Содержится Пребиотик Мы уже Говорили Он Особенный Это Фрукта Олига Сахарит Фос И Вот Именно Он Доходит До 60% Доходит До Толстного Кишечника То Вы Знаете Какие Пребиотики Как Илуин Но Оказалось Что Именно Фос Самый Самый Который Лучше Всего Кормит Наши Бактерии В кустом Кишечнике Где Самая Проблема В питании И Он Еще Содержит Цепь Разной Длины То есть У него Действие Многоплановое Это Очень Тоже Важно Потому Что Мы Любим Разную Пищу И Бактерии Тоже Любят Разную Пищу И Там На Все Вкусы Для Наших Любимых Пробиотиков Все Есть И Этот Наш Семен Пробиотик Кот Он Устойчив И Для Лучшего Сока И Для Соленой Кислоты И Для Желчи Он Погодненько Проходит И Тонкий Кишечник И Приходит Уже В Толстой Кишечник Как Ему И Следовало Туда Прийти Где Самая Самая Необходимость В нем И У нас Содержится В одном Саше Оптимальное Количество Бактерий Конечно Дело Как вы Видите И в Качестве И в Количестве Для Того Чтобы Бактерии Начали Правильно Заселяться Правильно Функционировать Надо Чтобы В сутки Поступало Не менее Миллиарда Бактерий И Вы Увидите Что У нас В Саше 6-8 Миллиардов То есть Это Покрывает Слихой Опять-таки Хорошего Много Не бывает Покрывает Слихой Потребность Нашего Организма И Это Тоже Очень важный Момент Конечно Можно Заселить В нашем Организме 2-3 Килограмма Пробиотиков Содержится Мы Можем И 3 Килограмма Человеку Скормить Но Только Ведь Не Приживутся И Это Закономерно Поэтому Чтобы они Там Действительно Подружились Чтобы они Там Прижились Чтобы они Помогали Друг другу И вот Эта Громадная Работа Которую Проделала Для нас Для Европы АДМ4 Объединила Все эти Последние Научные Достижения И мы Получили Эту Потрясающую Программу Биоидим Она Включает В себя И Натуральные Ферменты Обиотики Как мы Уже С вами Теперь Зная Помните Это Док Поем Для Наших Пробиотиков Для Наших Любимых Бактерий Вот Ими питаются И бактерии И Наш Организм Обеспечивают Питание И себе И людям Как говорится И тебе И вот Нашим Друзьям И Кроме Пробиотики Пробиотики Программа Биоидим Программа Биоидим И растительные Экстракты И витамины И минералы Которые Опять-таки Совместимы Со всеми Видами Бактерий Которые Мы туда Посылаем И Кроме Они Опять-таки Прекрасно Взаимодействуют Потому что Пробиотики Помогают Усвоению Витамина и Минерала Витамины И минералы Служат Пищей Для Пробиотиков Опять-таки Полная Идиллия И это Не просто Было Сделано Продукция Сертифицирована На Всевозможные Буквально Всевозможные Сертификаты Какие Только Есть Итак Исо 9001 Правильный Бенеджит Исо 22000 Наивейший Стандарт Для Качества Для Печенных Продуктов Который Приходится Каждый 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 Исо 14001 Это Правильная Производственная Практика Поляр Это Для Тех Наших Употребителей Которые Поведуют Ислам Для них Это Очень Важно И И Си 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 Это Стандарт Для Питания Космонавтов Джейпи Европейский Джейпи Который Занимается А не Какой Немного Тальский Или Американский Это Самый Самый Крутой Ашерный Знак Это Для Тех Наших Потребителей Которые Исповедуют Иудаизм Это Тоже Важно Потому Что Люди Хотят Быть В Питании Быть Уверены Что Они Идят Правильную Пищу С точки Зрения Их Веры И Мы Уважаем Этих Людей Какие Только Можно Было Сертификаты Все Есть И у Кого Такого Перечня Сертификатов Так Такой Валерности Оценить Независим Экспект Это Наш Продукт ДОИ И Лично Вот эта Запатентованная Технология Защиты Бактерий Криозащита Об этом Подробно Прекрасно Рассказывала Бакарал Я думаю Это все Было Несмотря На сложную Технологию Это было Все понятно И Рассказано Очень Понятным Простым Языком И Вы понимаете Что Это Очень важно Защитить Чтобы Они Живые Были И Для Этого Служит Эта Технология Она Принадлежит Только ДН4 Принадлежит Только Вижену Вот Это Криозащита Это То Чего Нет Ни Одного Производителя Бактерий 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 Биоин Замороженный С Использованием Натурального Примера Как Вот Сейчас Недавно Рассказывал Об этом Доктор Элмонтос Элмонтос Там Сохранность Эти Этой Технологии Четвертого Поколения Это 70-80% Каждый месяц Они теряют Свою активность И Вы Покупаете Пробиотик Он С нормальным Сроком Годности А там Уже осталось К концу Примерно Этого Срока Годности 20-30% Которые Никак Не повлияют На ваше Здоровье И на здоровье Ваших Бактерий Пробиотиков И Только Мы Гарантируем Что На самом Деле Это Будет 80-90% Выживаемость А При том Что Мы Закидываем Туда Не 1 миллиард А Энное Количество То Им Всегда Будет Достаточно И Вот Это Правильный Подход Это Не Обман Потребителя А Это Честный Научный Подход Программа Воздействует И на Генетические Аппараты Приводит К Продлению Жизни Клетки Означить Всему Организму Приводит К Омоложению И Об этом Мы Тоже Еще Поговорим Потому Что Это Действительно Очень Важный Тренд Сейчас Сохранение Молодости И Эта Программа Девы Нанавида Делает И Вы Это Увидите Как Чуть Позже И Мы Уже Говорили 80-90% Выживаемости Это Это Чего Немного И До Самого Конца Срока Годности Потому Что Благодаря Этим Защиты Всем Механизмам Защиты Бактерии Доходят Практически Вот В Таком Большом Количестве А Учитывая Что Их Больше Чем Норма То 100% Мы Всегда Обеспечим И Вот Здесь Сертификаты Это Диабетиков Можно ГМО Нет Это Можно Значит Вегетарианские Капсулы Это Блистеры Ау-Ау В Тройной Присутствии Помните Нет Жиров Нет Глютена Нет Пестицида Нет Лактозы И Это Конечно Важно Для Очень Многих Людей То Есть На Продук Абсолютно Можно Всем Без Ограничений И Только Наш Имеет Все Эти Сертификаты Мы Не Рассказываем Немножко Специально По Те Вещи Которые Должны Быть Всем Известны И о Которых Говорят Все Например Пробиотики Пищеварения Пищеварения Это Самое Главное Пробиотики Очень Важны Для Пищеварения Пищеварения Это Монтаболизм Пробиотики После Антибиотиков Это Рассказывают Все Я Расскажу Немножко О Других Темах Которые Не На Мнейшем Тоже Так же Очень Важны И Которые Должны Быть Везде Там Есть Биотики Это Первая Тема Это Иммунитет Почему Пробиотики Очень Должны Для Иммунитета Иммунитет Защищает Наш Организм Ни Одна Система Которая Нас Защищает Но Одна Из Самых Главных Значит Где Больше Всего Нападает Там Больше Всего Должны Защищаться Нам Кажется Что От Нас Нападают Снаружи Но Говорилось В лекции Что Кожа Это Два Квадратных Метра А Если Мы Посмотрим Кишечник Так Что Мы Там Найдем Там Живут Микроорганизмы Которые Уже Тоже Говорили Десять Раз Больше Чем Клеток Клеток Нашего Организма Например Даже В толстой Кишке В Одном Миллилитре Живут Десять Двенадцатом Микроорганизмы Это Самая Большая Концентрация Микроорганизмов В Человеке Это В тонкой В толстой Извините Кишке Значит Организмов Очень много С другой Стороны Весь Пищеварительный Тракт Нашего Организма Он Состоит Из Микро Барсинки Составляет Микро Барсинки Это Значит Он Неровный Если Посмотреть Под Микро Скопом Он Имеет Такие Как Маленькие Волосики И если Посмотреть На всю Площадь Пищеварительного Тракта Это Не 2 Квадратных Метра Как Кожа Это 300 Квадратных Метров Значит С одной Сторону Мы Имеем Площадь Равную Телесному Корту С другой Стороны Имеем Миллиарды Микроорганизмов И это Говоримо О одном Человеке Значит Иммунитет Как защита Больше Всех Нужен Там В пищеварительном Тракте И Не зря Организм Сделал Так Что 80% Иммунитета Находится В пищеварительном Тракте И Значит От Пищеварительного Тракта Там Где живут Наши Микроорганизм Зависит Нашим Иммунитет Если Опять Посмотреть Как Организм Защищается От Бактерий Это Пищеварительный Тракт Можно Разделить На Слой Самый Верхний Слой Весь Пищеварительный Тракт Покрыл Слизи Которые Защищают Наш Пищеварительный Тракт От Организма Второй Слой Это Сами Бактерии Это Как Биоплюна Слой Из Хороших Бактерий Которые Защищают Нас От Попадания Вредных И Патогенных Веществ В Организм Третий Слой Это Слой Эпетели Если Слой Эпетели Здоров Нормально Через Мукло Проходит Только То Что Нам Надо Между Клетками Эпетели Должно Ничего Не Пройти Наш Организм Того Что Нам Не Надо Четвертый Слой Который В этом Слайде Тут Опять Слизь Тут Наши Бактерии И Вот Ту Четвертый Слой Который Находится Под Клетками Эпетели Это Линфоидная Аркань Что Такое Линфоидная Аркань Это Все Все Клетки Иммунитета Это Все Что Связано С Иммунитетом С Защитой Наш Организма Линфоидная Аркань Устроена Так Что Большое Организм Слой Него Находится Под Опетелем Кишечника Но Вся Линфоидная Ткань Организма Соединена Между Собой Значит Все Что Происходит В кишечнике Сразу Отражается Во всем Организме Я Показал Важность Микроорганизма Иммунитета Еще Что Очень Важно Понять Что Эта Важность Приводит К тому Что Если Возьмем Живое Существо И будем Его Выращивать В стерильных Условиях На него Никто Не нападает Будем Кормить Стерильную Пищу У него У него У этого Существа Не развивается Иммунитет Не развиваются Иммунные Клетки И то Что мы Говорили Вначале Что У здорового Человека Должны Быть Патогенные Клетки Не Должны Они Есть Маленькие Количества Условно Патогенные Они Очень важны Для нас Почему Потому Что Через Все Эти Четыре Барьера Через Все Эти Огромное Пространство Равное К терресный Корп Они Тренируют Наш Иммунитет Значит Наш Иммунитет Постоянно Получает Какой-то Маленький Доз Токсинов Постоянно Узнает Что Эта Бактерия Плохая Вот Эта Плохая Эта Дела Плохие И Он Тренируется И Когда Ситуация Изменится Настолько Что Этих Бактерий Будет Много Он Будет К этому Готов Если Такой Тренировки Не Будет Он Не Будет Готов Он Умрет От Любой Бактерии Которая Попадет В Наш Организм Что Дальше Если Уже Мы Поняли Что Иммунитет Не Можем Без Бактерий И Бактерии Очень Дожди Иммунитет Следующий Шаг Это Аллергия Тут Приведены Цифры Которые Показывают Насколько Аллергия Продвинулась Последнее Время И Я Хочу Братить Несколько Цифр По Статистике Уже Есть Оказано Чем Страна Больше Развита Тем Больше Аллергических Людей Их Больше В городе Меньше Дерек И Это Почему Потому Что Главные Причины Которые Приводят К Аллергии Это Есть Стерильный Образ Жизни Плохое Питание И Новый Аллерген Все Эти Причины Связаны С Традиотиками Стерильный Образ Жизни У нас Хемия Повсюду Хемия В пище Хемия Вокруг Нас Кому Это Приводит Она Убивает Бактерии Но Химии Не важно Какие Бактерии Она Убивает Все Подряд А Место Пустой Не бывает На этом Местах Появились Плохие Бактерии Которые Нам Не Нужны И Эта Стерильность Привела К тому Что Наша Микрофлора Изменилась Питание Консерванты Все Консерванты И Другие Вещества Которые Имеются В пище Что Несколько Делают Действуют На Нашу Микрофлору Ее Изменяет Изменилась Микрофлора Появляется Аллергия И Все Это Приходит К тому Что Аллергия Это Ничто Другое Чем Неправильная Иммунная Реакция Иммунитет Связан С Бактериями Бактерии Связаны С Иммунитетом А Аллергия Это Неправильная Иммунная Реакция И Опять Выходим На Вывод Будет Все Хорошо С Микрофлорой Уменьшатся Аллергические Реакции Следующий Шаг Если То Что Мы Говорим О Механизмах Которые Происходят Внутри Это После Иммунитета Аллергия От Онкологии Потому Что Онкология Это Изменение Структуры Клетки Организм Он Настолько И Умеет Себя Защищать Что Все Клетки Которые Будут Плохие Организм Найдет И Сам Ее Убьет Если Он Будет Нормальным Действием Тут Приведены Цифры Насколько Онкология Важна А тут Приведены Цифры Чтобы Показать Одно Внимание Одна Клетка Может Иметь Десять Тысяч Мутаций В день А клеток У нас Очень Много Если Организм Их Не Будет Исправлять Появляются Онкологические Заболевания А Исправлять Организм Может Через Опять Иммунные Системы Но Не Только Через Иммунные Системы Наш Организм Борется С Энтологией И не Только Через Иммунитет Пробьет И Важны Для Профилактики Онкологических Заболеваний Мы Не Должны Забыть Что Онкологические Заболевания Эти мутации Которые Происходят В клетке Есть Факторы Которые Делают Чтобы Их Было Больше И Меньше И Микробы Нам Помогают Чтобы Эти Факторы Которые Можут Увеличить Мутации Клетки В организме Их Было Как Можем Меньше Дисбактериоз Не Только Плохие Бактерии Появляются Они Конечно Убивают И Хорошие Бактерии А Хорошие Бактерии Производят Витамины Некоторые Витамины Которые Только Производят Бактерии И Мы Получаем С Пищей Которые Особенно Важны При Защите От Генетические Генетические Мутации И Еще Хочу Обратить Внимание Что Если Уже Говорим О Онкологии Надо Не Забыть О Химотерапии Химотерапия Это Химия Которая Убивает Все И Микроорганизмы Очень Чувствительны Химотерапии Как Бускай Кажется Что С одной Сотрудной Туда Так И Химотерапия Чаще Всего Приводит Дисбактериоз И Тут Нужны Пробиотики Потому Что Через Механизмы Стволовых Клеток Пробиотики Помогают Выжить Кишечнику После Химотерапии А Я Сейчас Хочу Вам Рассказать Уже Самый Парамар Небонец Итак 120 Дневная Программа Серьезно Работает Над Своим Здоровьем Над Гармония Своего Здоровья Вы Помните Сюда Витамины Минералы Экстракты Трав И Пробиотики Конечно Жер И Пробиотики И Кубиотики И Сразу Далегать Вперед Скажу Что Программа Совместима Со всеми Нашими Падами Как Вы Понимаете Итак Итак Мы Продержимся И Вернемся К этой Стенке Чуть Коже В самом Конце Когда Я вам Скажу Чуть Больше Об этих Этапах Но я Хочу Чтобы Вы Понимали Вот этот Скелет Костяк Работы Которые Будете Делать Вот И На самом Деле Это Очень Легко Разобраться И Очень Быстро Все Пойдете Итак Смотрите Первый Этап Это Очищение Конечно Надо Кожей Подготовить Дальше Идет Персонализация Программы Вы Будете Употреблять Симбиотики С антиоксидантами Нам же Надо Бороться С С Радикалами И Сюда Сразу Входит Или Музская Или Женская Программа И Мы Заселяем Бактериями Пробиотиками И Пребиотиками То есть Это Симбиотики И Следом Отправляем Кобиотики Док Паек Помните Дальше Идет Одна из Четырех Программ На Четвертом И на Шестом Этапе А Между ними Тоже Подкормка Пошла Док Паек Кобиотики И После Шестого Этапа Тоже Кобиотики Третий Пятый Это Идет Подкормка Заселяем Подкормлюем Заселяем Подкормлюем Заселяем Подкормлюем И Последний этап Закрепление Док Симбиотики Витамины Минералы Закрепляем Результат Который Мы И И Так Чуть Подробнее О Этапах Первый Этап Это Конечно Надо Еще Подготовить Очистить Не все Даже Почищенные Хорошо Бадами Правда Вот А для того Чтобы они Усвоились Надо Подготовить Им Почву Они Приостанавливают Здесь Экстракты Растения Приостанавливают Размножение Болезетворных Бактерий Они Выводят Токсины Они Стимулируют Моторную функцию То есть Выведение Выводит Все Плохое И надо Довести До выхода Значит Должен Хорошо Работать В кишечне Это Тоже И так Выполняет Эту Функцию И Еще Улучшает Функцию Печени Секрецию Желчи Это Вследствие Уже Нормального Функционирования Кишечника И так Кишечник Подготовили Налазили И Наступает Второй Этап Помните Что Это У нас Идет Персонализация И Здесь У вас Будет Две Коробочки Первая Коробочка Это Симбиотики С антиоксидантами С антиоксидантами Нам же надо Вывести Свободные Радикалы Значит Побороться И Естественно Это Для мужчин И Это Для Женщин Поэтому Получается Две Коробочки Значит Что Там Для чего Необходимо Мужская И Женская Программа Они Каждый Нацелены Конкретно На Мужское И Женское Здоровье Мужской Вот Этот Продукт Он Защищает Предстательную Женцу Борется С явлениями Простатита Уменьшает Предстательную Женцу Если Она Увеличена У Мужчин Пожилого Возраст Это Очень серьезная Проблема Он Улучшает Мужскую Силу Он Увеличивает Физическую И Умственную Работоспособность А Женский Продукт Он Не менее Прекрасен Потому Что Он Улучшает Состояние Женского Здоровья Он Улучшает Литрофлору С которой Очень часто Бывают Проблемы У Женщин И Это Приводит До Депрессии Здесь Это Все Придет К норме Здесь Обличаются Аклимактерические Явления Значит Улучшается Функционирование Мочеполовой Системы И Дамы Мнимание Уменьшается Аппетит Уменьшается Масса Тела Увеличенная Конечно А не Те У кого Дефицит И Уменьшается Количество Брюсного Жира О Это Нам так Надо Так Следующая Программа Следующий этап Третий Пятый Седьмой Помните Это Кабиотики Идет Дух Паек Помните Мы посылаем Ферменты Которые Нашу Пищу Которую Мы употребляем Поможет Расщепить До исходных Мелких Компонентов Чтобы Это было Питание И для наших Бактерий И для нас Чтобы там Не развивались Развивался Застой И вирусные Явления Вот это Значит Их Назначение Кабиотики О А вот это Четвертый Честой Мы На втором этапе Вы выбираете Мужскую Или женскую А на четвертом И шестом Вы выбираете Одну Из Программ Тут тоже Идет персонализация В зависимости От ваших Задач И проблем И здесь У вас Выбор Вы выбираете Два Из четырех Программ Первая Программа Это Синбиотик Бонеке Скажет Да Он заботится О плотности Костей Содержит Кальций Магний И другие Минералы Значит И Это Еще И Улучшает Выборку Кологена Я думаю Для кого-то Это тоже Патрон Значит Синбиотика Ихлеротея Ну Слово Основа Респираторная Помните ОРЗ Это Зависит От Конечно Зависит От того Есть ли у вас Брать вам Или не брать Действит От того Есть ли у вас Частые Постудные Добривания Дыхательные Дыхательные Пути Это вам Стоит Выбрать Эту Программу Потому Она Борется С Инфекциями Дыхательных Путей Синбиотик Это Это Для тех Кто хочет Укрепить Свою иммунитет А поскольку Иммунитет Укрепляется Вы помните Это же профилактика То о чем говорил Доктор Элмонс Профилактика Анкологии И профилактика Аллергические Заболевания А те у кого Есть аллергические Заболевания Необходимо Эта программа И Синбиотика Это Для тех У кого Есть проблемы С полностью Рта Это И Карис И Продонтос Кровоточимость Геосин И Эта программа Еще необходима Для курильщиков Потому Что Подавляет Распалительные Процессы И Неприятный Запах Изольта Я думаю Курильщиков Что-то Процесс Надо Курить Но На первом Этапе Можно Сделать И Этап Следующие Это Уже Восьмой Этап Вот Это Закрепление И Здесь И Синбиотик Есть С Минералами Витаминами Витаминами То есть Это Пробиотик С Пробиотиком И Витаминами Минералы И Эта Программа Закрепляет Те Досигнутые Результаты Которые Вы Достигли Предыдущие Этапы Здесь И Целый Перечень Минералов Витамин группы Витамин С Витамин Д3 То есть Здесь Вот Действительно Полная Гармония А Сейчас Мы увидим Необходимо Как это Все Делать Легко И Просто Как Мультипиль Организм Каждого Человека Состоит Из Десятка Триллионов Клеток Бактерий Живнем Сотни Триллионов В Десять Раз Больше Нарушение Баланса Микрофлоры Кишечника Человека Называется Дисбактериоз Это Приводит К Замедлению И Нарушению Полноценного Пищеварения И Расщепление Пищи На Необходимые Организмы Вещества Пища Задерживается В Кишечнике Продукта Распада Образовывается Благоприятное Для Патогенных И Условно Патогенных Бактерий Окружение Для Этого Необходимы Дополнительные Пищеварительные Ферменты Которые Содержатся В Продукте Диджестико Они Помогают Всей Пищеварительной Системе Справиться С Непереваренной Пищей Ускоряют Ее Расщепление В Кишечнике И Подготавливают Кишечник К приему Попадает В кишечник Вместе С Пребиотиками Пищевыми Волокнами Которые Служат Питанием Для Полезных Бактерий Сражаясь За место В кишечнике Новоприбывшие Пребиотики Отбирают У плохих Бактерий Питательные Вещества Препятствуют Их Размножению И Убивают Их Размножаясь Полезные Бактерии Стимулируют Клетки Эпителия Которые Становятся Сильнее И Начинают Восстанавливать Защитный Слизистый Слой Он Обволакивает Как Бактерии Так и Поврежденные Стенки Кишечника Патогенные Бактерии Больше Не могут Легко Проходить Через Эту Слизистую Оболочку И Таким Образом Организм Начинает Защищаться От действия Вредных Бактерий И Продуктов Их Жизнедеятельности Проходящие Через Кишечник Вместе С едой Вредные Вещества Токсины Попадают На Слизистую Оболочку Где Хорошие Бактерии Вместе С защитными Силами Организма Борются С ними Уничтожают И удаляют Из организма Не позволяя Им попадать В кровь Хорошим Бактериям Необходима Помощь Чтобы Расщепить Пищу До Мелких Частичек Кабиотиков Это Аминокислоты Липиды Минералы И Другие Которыми Могут Питаться Хорошие Бактерии И Клетки Кишечника Как Следствие Полезные Бактерии Вытесняют Патогенные Уменьшаются Воспалительные Процессы В кишечнике И его Стенках И восстанавливается Нормальный Баланс Микрофлоры Организма Оставшиеся В организме Патогенные Бактерии Становятся Условно Патогенными И организм Может С ними Бороться Когда Все Процессы Пищеварения Упорядочены А Микрофлора Организма Окончательно Восстановлена Весь Организм Получает Необходимое Количество Полезных Питательных Веществ И все Его Системы Функционируют Правильно А так Как От состояния Кишечника Зависит Состояние Всего Организма То Организм Снова Способен Выполнять Все Свои Функции Ну что Вы Эти люди Которые Шагнут Будучи С новым Здоровьем И Будете Молодеть Потому Ученые Считают Что через 10 лет 80% Лекар Уже Не понадобятся И что Мы сможем Режно Приостановить Процессы Старения С этой Программой Поэтому В наших Руках Громадное Сокровище Продолжение следует... Продолжение следует...